И снова здравствуйте в нашей студии. Мы продолжаем разговор о проблемах, скажем так, объема головного мозга. И во второй части сегодняшней лекции мы поговорим о проблеме, скажем так, встречающейся гораздо чаще, чем микроцефалия. Это проблемы гидроцефалии, то есть проблемах увеличения объема черепа, причинах, последствиях и, ну скажем, в той или иной степени лечения. Значит, гидроцефалия это болезнь, возникающая вследствие избыточной выработки или чрезмерного накопления спинномозговой жидкости в пространствах коры головного мозга. Чтобы вам было понятно... Не крови, как иногда думают. Не-не-не, жидкости, спинномозговой жидкости. Сейчас я поясню, так сказать, переведу с научного на более простой русский язык, чтобы вам было понятно устройство такой вот гидродинамической системы нашего организма. Дело все в том, что спинномозговой канал, проходящий вдоль всего позвоночника, клетки слизистой оболочки внутренней спинномозгового канала вырабатывают жидкость. Она достаточно такая вязкая, но это жидкость, это не слизь, это не какая-то там субстанция, это жидкость, которая поднимается снизу вверх по позвоночнику в кору головного мозга. А вот в коре головного мозга существует целая система полостей. Это и полости, которые называются желудочки. Их четыре, и они плавно перетекают, имеют связь друг с другом. В этих желудочках спинномозговая жидкость, она функционирует, она действует, она несет определенное питание клеткам коры головного мозга и вымывает, оттуда выводит вещества, скажем так, продукты жизнедеятельности клеток коры, да, клеток коры, которые, ну, не нужно выводить и спускаясь вниз, она выводит то же самое из спинного мозга. Поэтому это единая система, она называется краниусакральная система. Краниум – это череп по латыни в переводе, и сакрум – это крестец. То есть от конца и как бы спинного мозга, позвоночника, крестцового отдела до черепа, до коры головного мозга. Кроме этих полостей в коре головного мозга есть полости, вернее, даже в черепе, вот уже над корой головного мозга, есть полости между оболочками головного мозга, потому что головной мозг – это структура очень сложная, и в нем, помимо всяких разных центров, существуют еще оболочки, которые эти центры как бы прикрывают, они их защищают, этих оболочек три, и они, между ними существуют определенные пространства, куда попадает спинномозговая жидкость, создающая определенное внутричерепное давление. И вот, когда по каким-то причинам спинномозговая жидкость, по латыни называется «ликвор», вот этот «ликвор» собирается в большем количестве, то прежде всего повышается внутричерепное давление, и как следствие, поскольку давлению надо куда-то деться, а кости черепа у плода еще друг к другу жестко не притянуты, они начинают просто расползаться, потому что давлению некуда деться, представьте себе поршень, который распирает что-то, и увеличивается объем. Вот поэтому, как бы это происходит внутриутробно еще, на периоде развития головного мозга плода, возникает вопрос, ну происходит, ну и что? Но на самом деле это очень серьезная проблема, потому что вот это пространство, которое увеличивает, ну представьте себе, нового вещества нету, то есть то вещество, которое там есть, оно и есть. И если оно увеличивается, то его толщина, а именно толщина мозгового вещества, она уменьшается, мозговое вещество резко становится тоньше, и вот это вот приводит к значительному изменению вот внутреннего состояния плода и как следствие ребенка. Значит, дело все в том, но как бы в отличие от микроцефалии, здесь не все так просто. Гидроцефалия может быть как врожденный, то есть сформированная внутри матери во время беременности, так и приобретенная, когда ребенок рождается нормальным, а вследствие каких-то заболеваний возникает вот такое состояние, возникает гидроцефалия. Врожденная гидроцефалия является следствием каких-то пороков развития головного мозга, в частности попадания туда вируса, в частности какого-то недоразвития системы краниосакральной, а вот приобретенная гидроцефалия, она является следствием самой разнообразной патологии. Обычно это либо чаще всего это какие-то нейроинфекции, иногда даже тяжелый грипп может привести к такой патологии. Я уже не говорю о таких вирусах, таких микробах и вирусах, как токсоплазмоз, цитомигаловирус, вирус обстейнобара и так далее. Какие-то опухолевые процессы, развивающиеся у ребенка на раннем периоде его развития. Сосудистые заболевания, то есть изменение диаметров сосудов, которые просто не могут создать полноценный отток, особенно это касается сосудов коры головного мозга и родовая травма, что случается, ну скажем, достаточно часто. По моим собственным наблюдениям, ну где-то даже мы говорим о легких родовых травмах, порядка 65-70% родов приводит в той или иной степени к нарушениям сосудистого русла коры головного мозга. И это приводит к различным нарушениям, в том числе и к изменению внутричерепного давления и, как следствие, гидроцефалии. Значит, дети, у которых существует гидроцефалия, это дети, которые нужно воспринимать как ребенка с патологией нервной системы, с патологией центральной нервной системы, с нарушением его развития и так далее. Клинически гидроцефалия проявляется прежде всего увеличением диаметра головы, опять же напоминаю, как мы ее выявляем, да, по бровям, верхнему краю глазных щелей, по верхнему полюсам ушных раковин и по середине затылочного бугра. Вот опять же смотрим, насколько отличается объем головы конкретного ребенка от нормы. При врожденной гидроцефалии мы это увидим сразу, а вот приобретенной гидроцефалии мы увидим только тогда, когда голова вдруг начинает резко расти непропорционально всему остальному туловищу. То есть объем головы становится больше, 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 и тогда мы можем говорить, что гидроцефалия сформируется примерно к где-то 4-6 месяцам. И вот здесь я хочу, скажем так, обратить ваше внимание на то, что это симптом, который вы должны увидеть. Если это появляется, то не надо говорить о том, что вот у папы была такая голова, и вообще он носит там размер шляпы очень большой и так далее, и так далее. Это должно вас насторожить, и здесь нужно бить тревогу, прежде всего, скажем так, хотя бы начать обследовать ребенка, это и УЗИ, это и даже банальный рентген, это и МРТ. То есть нужно определить, что же у ребенка внутри коры головного мозга, и чаще всего вы выйдете на повышение внутричерепного давления. Клинически это может проявляться в абсолютно разном поведении ребенка, в частности такое состояние, как головная боль, головные боли, неадекватное поведение. Дети могут, там, скажем, вплоть до того, что там биться головой о предметы или стучать себя по голове, вот, какой-то крик, особенно когда крик монотонный, вот, это все признак проявления головной боли у ребенка. То есть на самом деле у ребенка он не ведет себя так, не может, он так себя ведет, потому что у него болит голова, и это последствия повышения внутричерепного давления. Значит, говоря о лечебных мероприятиях при гидроцефалии, значит, ну, они есть, и, как бы, можно их применять, вот, с тем или иным эффектом, как правило, эффект незначительный и довольно длительное требуется лечение, вот. Мы сталкивались, сталкиваемся постоянно с такими детьми, вот, и методами, используемыми в нашем центре, нам удается довольно быстро стабилизировать внутричерепное давление. И как следствие, то есть у нас ситуация связана именно с изменением, снижением внутричерепного давления, и как следствие начинает восстанавливаться и кора головного мозга, начинают полноценно работать в центре. Опять же, разговоры, видео и отчеты таких больных, отчеты их родителей, есть на нашем сайте, так что вы можете с ними познакомиться, вы можете, в принципе, пообщаться с родителями таких детей, которые прошли у нас лечение и даже не один курс, вы достаточно успешны, и эти дети, избавившись от таких симптомов, благополучно, активно развиваются и добиваются очень хороших успехов в своей жизни, полноценной жизни, уже не имея той или иной патологии. Поэтому обратите внимание еще раз на своего ребенка, посмотрите на него внимательно, старайтесь не запускать развитие тяжелых последствий и родовых травм, и внутриудробных инфекций, и мы со своей стороны всегда готовы вам помочь. А если возникли, опять же, вопросы, если какие-то разделы этой проблемы, которые вас интересуют, оказались сегодня не освещены, то, пожалуйста, обращайтесь, мы всегда готовы вам прийти на помощь, ответить, провести еще какие-то лекции, семинары по интересующей вас проблеме, и если вас интересуют какие-то другие аспекты состояния ребенка, заболеваний, пожалуйста, обращайтесь к нам, и мы готовы на нашем сайте разместить полезную для вас информацию в рамках энциклопедии для родителей. Энциклопедия практической помощи. Да, энциклопедия практической помощи. Но я расширю немножко при аутизме, при ДЦП и при других патологических состояниях, потому что мы не ограничиваемся только этими проблемами, мы готовы вам помочь, ответить на любые ваши вопросы, а сегодня мы с вами прощаемся. И не только детям? Ну, естественно, и не только детям, а их родителям, да, потому что традиционный наш лозунг «Здоровые родители, счастливые дети», он в действии, он работает, и вы многократно в этом могли убедиться, послушав то, что рассказывают наши родители и в интервью, и на сайтах, и их ощущения после пребывания в нашем центре. Всего вам доброго, удачи, успехов, будьте здоровы и до новых встреч.